Дорожник Сделать все. Такую задачу поставила Всемирная организация здравоохранения. Музыка нас связала. Страны и города охватил песенный флешмоб. Его участники исполняют советские хиты. Музыка Знаки, временно запрещающие парковку, в течение двух дней появятся почти на 20 улицах. Это поможет дорожным службам справиться с последствиями аномальных снегопадов. Уборочная техника будет работать в дуэте с эвакуаторами. Запрет на парковочные карманы не распространяется. С подробностями Александр Вяткин. Сегодня 12 декабря. И оставить свою машину на этой стороне улицы Ленина нельзя. Об этом говорит специальный дорожный знак, который запрещает парковку по четным числам месяца. Оставить свою машину автовладельцы могут на противоположной стороне улицы. Там парковка запрещена по нечетным числам месяца. Здесь знаки стоят с прошлой зимы. Летом они помогали дорожным службам убирать с улиц пыль и грязь. Теперь упростят вывоз снега. Запрет парковки – мера опробованная. Позволяет быстрее бороться с сугробами даже при аномальных снегопадах. За два дня знаки установят почти на 20 улицах города. Мы выслушали предложения районных администраций, которые высказали свое мнение по применению этих дорожных знаков. Проанализировали обстановку, которая складывалась в последние годы на улицах города Новосибирска. И решили до 1 апреля временно запретить парковку в центре на улицах Ольги Жилиной, Потанинской, Достоевского, Некрасова, Голущука, Сака и Ванцети. В Калининском районе ограничат парковку на улицах Рассветная, Кочубея и Земнухова. На левом берегу знаки, временно запрещающие парковку, установят на Бурденко, Урманово, Герцена, Зорге и нескольких других улицах. Эта машина уже больше похожа на сугроб. Судя по всему, она стоит здесь несколько недель и мешает дорожным службам убирать снег. После установки дорожных знаков автомобиль наконец-то сможет увезти эвакуатор. Большинство автовладельцев временный запрет парковки поддерживают. Убрать снег, не убирая стоящие вдоль улиц машины, невозможно. Надо их убирать и использовать эвакуаторы. Вот уборочные машины есть, к ним вставить там один-два эвакуатора. Ну а как по-другому? Никак. Кстати, запрет на парковочные гарманы не распространяется. Мне это действительно хорошее, что если будут чистить, чтобы не парковаться, тогда хорошо будет. Даже легче чистить. Я сам чищу дороги. Знаю, как это делается. Эвакуаторы будут работать в дуэте с дорожными службами. Но увозить машины на штрафстоянки не станут. Их просто переставят с одной стороны улицы на другую. А приучать автовладельцев к порядку и к соблюдению правил будут административными штрафами за парковку в неположенном месте. Если обильные снегопады не прекратятся, то попавших под временный запрет на парковку улиц может стать больше. Александр Вяткин, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Городские депутаты пригласили руководство Сибмаста на очередную сессию Горсовета. Она пройдет 21 декабря. Народные избранники намерены детально разобраться в сути претензий компании к мэрии. Напомню, областной арбитражный суд удовлетворил иск Сибмаста городской администрации. И теперь город должен выплатить огромную сумму в 2,5 миллиарда рублей. Счет убытков, которые понесли строители Бугринского моста. В письме, адресованном руководству Сибмаста, депутаты попросили предоставить документы, которые подтверждают реальный ущерб, и выступить с докладом на сессии Городского совета. Но пока ответного отклика не получили. У нас есть четкое понимание того, что экспертное заключение, на которое ссылается Сибмост, о том, что якобы к этим убыткам привели инфляционные процессы. У нас есть совершенно четкое понимание, что бюджет города Новосибирска и горожане не могут отвечать за макроэкономические показатели экономики России. Инфляционные процессы не являются, так или иначе, причинно-следственной связью в событиях, на которые указывает Сибмост. Повторюсь, мы рассчитываем, по-прежнему рассчитываем на то, что на наше приглашение специалисты Сибмаста все-таки отреагируют и придут. Итоги форума «Активный город» подвели в Новосибирске. В последние пять дней представители общественных организаций встречались с экспертами и бизнесменами. В этом году форум прошел в необычном формате практических конференций. Лучшие проекты, рожденные в дискуссиях, отметили в рамках конкурса «Общественное признание». Активный город меняет формат. В этом году форум проходил пять дней, минимум пленарных заседаний, вся работа шла по секциям. На них общественники лицом к лицу обсуждали свои проекты и между собой, и со специалистами. Вместо дискуссий – практические советы. Человек рассказывает, какой у него опыт, а эксперты из пиар-агентств, из СМИ говорят, ага, так, вот здесь вам нужно было бы так поступить, а здесь вот сюда позвонить, и у вас была бы другая картинка, иначе вы бы показали свой проект. Межнациональное отношение, патриотическое воспитание, городская среда – вот только некоторые направления работы участников форума. Дмитрий Скотников с друзьями учили общественников, как представить проект в СМИ, грамотно написать пресс-релиз, как выбрать канал продвижения информации. Это в первую очередь социальные сети, это средства массовой информации, газеты, может быть, журналы, может быть, телевидение. Может быть, это было использовать одностраничный сайт, либо лучше сделать для проекта портал. Другая проблема – отношение с бизнес-сообществом. Успех некоммерческого проекта, говорят участники форума, часто зависит от того, заинтересованы ли в нем инициативные предприниматели. Показать, что это не только какие-то миллионы, сотни миллионов вложений, что есть бизнесмены, которые вкладывают там несколько десятков тысяч рублей, ну, что позволяет их доходы, да, но при этом, как бы, таких мелкого бизнеса, такого в городе, разумеется, больше, чем крупного, и, скажем так, мы хотели бы, чтобы этот опыт расширялся. Мэрия будет поддерживать инициативы горожан, отметил Анатолий Локоть, в том числе, снимая бюрократические барьеры. Если в прошлом году больше было претензий и вопросов к власти, упреков, если хотите, замечаний, то сегодня разговор абсолютно конструктивный идет, обмениваются опытом, звучат предложения, как лучше сделать. По итогам форума активисты предложили несколько десятков проектов и акций. Они будут воплощены в конкретные дела в ближайшие два года. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости. К 2020 году 90% людей с ВИЧ-инфекцией должны знать о своем статусе. Такую задачу поставила Всемирная организация здравоохранения. В нашем регионе тестированием пока охвачено меньше 20% населения. Очень многие пациенты еще пытаются отойти, закрыть для себя эту тему. И даже зная уже, например, о том, что они инфицированы, они все равно об этом стараются. Что это не со мной, закрыть эту тему. Считать, что мне сейчас хорошо, я себя хорошо чувствую, то, значит, эта тема меня не сильно касается. То есть это может быть ошибка. В областной клинической больнице специалисты сегодня искали способы, как можно ограничить распространение ВИЧ-инфекции в регионе. Сейчас в Новосибирской области больше 32 тысяч людей с таким диагнозом. Почти 3,5 тысячи случаев зарегистрировали в этом году. Пройти тест и узнать свой статус сможет любой новосибирец. Анонимно сдать анализ можно в мобильном пункте или обратиться в центр СПИД, который с этого года находится в городской инфекционной больнице на улице Семишемшиных. То помещение, это организация, которая была сегодня, не устраивала ни больных, ни Министерство здравоохранения, мы завершили большой процесс, предоставив новые условия. Ну и само отношение сегодня к проблематике ВИЧ, вы видите, оно снова вернулось. С моей точки зрения это очень правильно и вовремя, потому что есть рост заболеваемости. Железный богатырь Пельмеха и Мишка Куала. Команды с такими названиями сразились на городских соревнованиях по робототехнике. До финала дошли несколько десятков школьников и роботов. Всего в отборочных состязаниях поучаствовали более 400 человек. Изобретения юных инженеров в этот раз отличались практичностью и были направлены на улучшение жизни людей. Одно движение мышкой и модель, собранная из пластмассовых деталей детского конструктора, начинает работу. Это мусорозачерпыватель, который с помощью своих ковшей зачерпывает мусор и загружает это все в мусоровоз. Сейчас можно это увидеть. Идею, конечно, еще нужно доводить до ума, но принцип понятен. Изобретение можно использовать в городе и убирать таким образом не только мусор, но и снег. А это робот-фармацевт. Помощник из фанеры может упростить работу медиков. Он нужен для того, чтобы заменять, проще говоря, медсестры в больницах. Он по карточке, которая будет у каждого больного, выдает нужные таблетки. Школьники соревнуются и в личном зачете, и в командном. Активные роботы проходят лабиринт, доставляют грузы, перетягивают канат. Номинаций много и каждый год появляются новые. А есть творческий конкурс. Судьи оценивают новизну идеи и технику исполнения. Здесь дети показывают свое творчество. Все проекты, которые они сделали, я надеюсь, они сделали их сами. И каждый проект решает какую-то определенную задачу, которая помогает в дальнейшем людям жить лучше. Вкалывают роботы, а не человек. Приключения электроника еще 30 лет назад считались фантастикой. Сейчас изобретатели сделали большой шаг в робототехнике. Но чтобы создать себе искусственного помощника, самому нужно вкалывать и очень много. Студент Новосибирского государственного университета говорил о том, что, вы знаете, я раньше не думал, что столько нужно работать. Что для того, чтобы изготовить реальное устройство, нужно сделать не только его конструирование, запрограммировать. Но самое основное – это протестировать, чтобы оно жило. Эти соревнования еще и смотр талантливой молодежи, робототехника – новое и перспективное направление. Технические вузы уже охотятся за одаренными создателями роботов. Я не понимаю, почему он делает пищевые повороты. Ну, потому что это должно быть дико. Он же поворачивает, он себя сам корректирует. Анна Гурьянова, Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости. Песню о тревожной молодости исполнили на вокзале «Новосибирск. Главное». Эта акция началась на Украине в ответ на запрет показа советских кинофильмов в стране. И буквально сразу же советские хиты зазвучали на вокзалах Москвы, Донецка, Минска, Благовещенска, Торонто, Стокгольма и других городов. Не остался в стороне и Новосибирск. И снеги ветер, и звезд ночной полет. В этот день песенный флешмоб проходит в России, Украине, Приднестровье, Белоруссии, Казахстане и даже в Швейцарии. Новосибирцы вокальную эстафету принимают и творческий порыв поддерживают. На вокзале «Новосибирск. Главный» собирается около сотни человек. В этой песенной перекличке городов – тоска по советскому прошлому и общей большой родине. Была одна семья такая патриархальная, а потом разошлись, и у каждого стал свой дом. Но при этом дружбу мы запомнили, как мы жили вместе, запомнили, как, извините, голодали вместе, тоже помним. В каждом городе свой репертуар. В Стокгольме поют «Ой, мороз, мороз», в Казахстане, где в акции принимает участие даже президент, исполняют песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». В Берлине звучит «Пусть всегда будет солнце». В Новосибирске выбрали песню «О тревожной молодости» из киноленты 58-го года. Подобного рода песни, они у нас, как правильно сейчас говорят, вшиты в гены. То есть даже ты никогда ее сам лично не пел, но такое ощущение, что эта песня тебе знакома, как минимум припев. В исполнении именно советских песен – идея единства, мира и дружбы. Организаторы уверены, знакомая с детства музыка рушит границы и политические барьеры. Остается только общее прошлое и вера в светлое будущее. У каждого человека бывают какие-то трудные моменты в жизни, и мы переживаем эти моменты. И вот достойно пережить, нам иногда бывает, помогает культура, традиция наша. А вот эта песня, она говорит о том, что давай мы переживем их. Ну что, и снег и ветер. Исполнив песню, участники флэш-моба аплодируют сами себе. И не спешат расходиться. Продолжают свое выступление, но уже на привокзальной площади. Поют о надежде, что служит компасом для многих. С надеждой участники флэш-моба ждут продолжения этой песенной эстафеты. Мы из Сибири передаем всем привет и передаем эстафету другим городам. Алексей Фазлев, Елена Богатырева, Данил Смирнов. Новосибирские новости. На предновогодний турнир «Волшебная клюшка» собралось более сотни юных любителей флорбола. Это молодой вид спорта – хоккей на паркете с пластиковым мячом и клюшкой. Экипировка игроков не требует особых затрат. А такая физическая нагрузка, по мнению тренеров, позволяет разнообразить привычное представление о физкультуре. На соревнованиях побывала Вероника Иванова. Более сотни школьников, от первоклассников до выпускников, соревнуются в скорости и ловкости. На флорбольном турнире «Волшебная клюшка». Клюшка в этом виде хоккея и правда особенная. Пластиковая, легкая, вместо шайбы – мяч. По полю игроки бегают как футболисты, а играют руками как хоккеисты. Вратарю же приходится буквально ползать, защищая ворота. Флорбол – универсальная тренировка различных навыков и всего тела. По мнению тренеров, для детей этот спорт – настоящая находка. Это вид спорта для нас новый. Поэтому занимаются они все недавно. Наша основная задача – его популяризировать, потому что детей он захватывает очень сильно, очень мощно. Прямо захватывает ребенка от компьютера, от всего очень великолепно. Поэтому наша задача – популяризировать это в школах, чтобы в школах больше детей играло, больше увлекалось. Активно приобщают учеников к флорболу в частных школах Зайльцовского района, в 16-й гимназии Ленинского района, а также в школах по соседству с поселком Краснообск. Там базируется специализированный флорбольный клуб. Появляются в городе и секции. Тренируются юные спортсмены в смешанных командах. Почему вы выбрали именно этот флорбольный клуб? Потому что мне больше всего понравилось. Командная работа, передача, забирать мяч у противника. У меня здесь подружка, и она меня позвала, и мне тут очень-очень понравилось. Играть очень весело, потому что передача, вот это все отбирать, и мне это нравится. На трибунах подтверждают – флорбол по нокаустростей не уступает хоккею с шайбой. Среди болельщиков, конечно, родители. Тренируются два-три раза в неделю. В принципе, не затратный финансовый вид спорта. Но очень много эмоций выставляют детям и родителям. Победители турнира уже скоро поедут на игры в Омск. Там во флорбол играют уже четверть века. Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости. Быть в курсе всех событий вам поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Кроме того, много полезной и интересной информации на сайте nsknews.info. Там можно узнать, кто отвечает за уборку от снега дворов, крупных магистралей и мелких улиц. На этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова